Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 381, События дня. Принч 28 глава, 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Вот интересно, вот это от слушания закона, Божья закона, вот это вот повесить в каждом храме, в каждом там сектантском каком собрании где есть, повесить у католиков, у мусульман. Они вообще закона не знают, а молятся пятикратные намазы. А куда это все идет, когда Господь говорит, отклоняет ухо свое от слушания закона. А почему отклоняет? Они говорят, да у вас все испортили умышленно. И нашлись люди, которые богословыми называются, и все это доказали. Все неправильно, от начала до конца. Ошибки, не ошибки, умышленно испортили. Понимаешь, какое дело? 27 декабря 2016 года, пророк Исаия, 1 глава, 15 стих. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Вот священники в алтаре стоят и поднимают руки, когда молятся. Архиерей поднимают. И в это время бы кисть появилась на стене и показано было. Простирайте руки, а я закрываю от вас очи мои. 15,6 и ремень. Я устал миловать, говорит Господь. Не слышу, ваши руки полны крови. А доказывать, что полны крови, это нужно взять Деяние апостола, 20 глава. Павел говорит, я ничего не упустил, чтобы не сказал. Поэтому я чист от крови всех. Раз ты не предупредил, человек шел, погиб. Погиб, кровь пролитая. Вот и все. Вот сейчас авария там с самолетом, то другое, говорят. И божественно практически ничего нет. Ни слова. Люди воюют в другой стороне, поехали плясать там их. То есть Богу это угодно. Дальше. Притчи, 15 глава, 8 стих. Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодно ему. Ну, праведные и нечестивые. Вот тут разделение надо сделать. Ну и как понимать, объяснение-то есть какое-то? А можно без поста. А чего это без поста? Пост и молитва. А дороже поста и молитвы, послушания. То есть сам сатана зашел, и как будто ослепли все монахи. Бог дал оружие. Сказал сатана, с ним бороться никак нельзя по-другому. Никакие ракеты не погодят. Пост и молитва. И вдруг приходят люди и говорят, нет, дороже поста. Бог сказал, высшее оружие. Нет. Это послушание. А где поста и молитва? Ну, если ты слушаешься аву, а он к этому не имеет отношения, к посту и молитве. Притча, 21 глава, 13 стих. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, то ты сам будет вопить и не будет услышан. Как надо быть осторожным. Вот человек нуждается, бедный, мало ли какие, бывает больной, парализованный, многодетный где-то. Ссылки человек затыкает ухо свое от вопля бедного. Ну, я буду помогать, и меня загребут туда же. Сам будет вопить и не будет услышан. То есть ты это посеял. А теперь я молюсь. Ну, а ты помнишь, там, вот там бросил-то, там-то. Вот теперь я довольствуюсь. Ну, это вот в аптисто-бороде. Контур. Нижняя, крайняя, левая кнопка. Нижняя, контур. Нажать на нее, а потом курсором стукнуть, и сразу выйдете. Детский православный лагерь. Вот здесь вот. И тут у нас 470 роликов о лагере. Ну, 270, которые прямо показаны. Любой, щелкнет только, и все. Патриарх сказал о миссии церкви. Тоже вот она где. Я теперь отвечаю свое разумение, как это может быть. Что-то изменится? Нет, ничего не изменится. В самом корне неправильных. Никак. Дальше. Игнатий Лапкин. Хотел бы узнать, как была выражена на этого в клоунаде жалоба. Клоунад, да. Какими словами? В чем? Ну, вот это там боев, которые Павел Красноярский. Петр. И вот я говорю, как это, когда комиссия-то заседала церковная-то. Дальше. Юрий Соболев пишет. Во всей этой истории, Игнатий Тихонович, много того, что я не могу утверждать, как достоверное. Посему и озвучивать это не хотелось бы. Но если верить близким к этому делу, инициировано сие было с жалобой прихожанина на батюшку, как нарушителя седьмой заповеди. Ну, то есть блудодеяние. А куда он пошел, я этих людей знаю, был, у них это свирепствует. Буквально. Все это видение, видение. Ну, видение, значит, тут говорить это. Нигде так. Это не баптисты. Но вероятнее всего, это был на ветре внимого супруга. Дело в канонических нарушениях, как и сказано в новости. Ну, вот это вот. Здесь нажать Ctrl, опять щелкнуть, и туда вылезешь. Жалобы же поступали чуть не еженедельно от прихожан. Вольное поведение в храме его духовных чад, благословение на причастие без исповеди и поста, близкое общение с сиритиками, духовные практики и медитации. Вот этому всему мы были свидетели. Да. Красноярская епархия закочунства на 10 лет запретила служение двум священникам. Вот он стоит. Там уже ничего не осталось. Что у него тут повешено? Шею повесило. То есть полностью обольщенная душа. Я посмотрел, 10 лет, ему хоть 100 лет уже не вылезти оттуда. Вот 10 лет. Да. Петр Бой, фотосайта. Дальше. Епархиальный церковный суд Красноярской епархии запретил двум местным священникам в течение дней 10 лет проводить службы и носить одежду священнослужителей. Причиной такого сурового наказания стало нарушение норм личной жизни и кощунственное отношение к таинствам к постам. Узнал корреспондент Сибирской ФМ, СибФМ из сообщения при службе епархии. Понимаете, я уже знаю, что это правда не решает. Но тут такое дело, и они поступили, что у меня даже вчера было искушение написать в епархию Красноярскую, кто там, я думаю, не без епископа, и поблагодарить, наконец-то. Это многоглавая грит, это гидра, гидра бесноватых. Она заползла здесь, это не баптиисты, куда он полез-то. И уже ничего нельзя сделать. Но когда где-то что-то будет показано, вот как Глеба Грозовского, загребли и по тюрьмам теперь таскают, он ничему не рад уже тысячу раз. И плакал, и просил, и а это туда пойдет. Суд о нарушениях православных канонов и церковного устава был проведен в отношении Иерея Петра Боева, известного в Красноярске в качестве главы отдела епархии по взаимодействию с обществом, и диакона Иоанна Логинова. Но разбирательство было начато после того, как в епархию обратились некие жители Красноярска, указавшие на недопустимые аспекты в деятельности созданного в 2011 году Петром Боевым и Логином православного братства «Святое дело». Интересно, «Святое дело» назвали, что бы они ни делали, вот это претензии, воля Божия, там, царионов где-то, вот это все, это явно видно, что не от Бога. «Святое дело», ну почему не назвать просто «дело» и все, а там претензии-то на что? Вот у меня книга называется «К истинному православию». К истинному православию! И как они не могут напасть никак? Я не говорю истинно, то если вы найдете что-то неистинное, но чтобы претензий не было, а «Святое дело» это вообще претензии. Как сообщают в Красноярской епархии, в ходе рассмотрения дел церковный суд провел шесть заседаний, были выслушаны обе стороны, получены и рассмотрены десятки документов, проведены опросы свидетелей. В итоге вина обоих священников была доказана. Кавычки открыты. После тщательного рассмотрения дел за серьезные нарушения норм личной жизни священнослужителями, за самочильное изменение чинопоследования богослужений и за кощунственное отношение к таинствам и постам, установленным церковью, епархиальный церковный суд Красноярской епархии вынес решение о наложении на Иерея Петра Анатольевича Боева и дьякона Иоанна Иоанновича Логинова канонических прещений в виде их запрета священнослужения без права отношения священнических одежд сроком на 10 лет, говорится в сообщении епархии. Будут надевать одежды, все это еще будет. Я и знаю, с такими встречался, как правило, Сергей Журавлев. Это уже все. Теперь сатана на цепи, поволох и бьет об забор, об дорогу, как угодно. Напомним, что в апреле 2016 года Новосибирская епархия призвала не ассоциировать с Русской Православной Церковью деятельность игумена Феодосии в миру Александра Чернейкина. Саша, а тут Феодосий. Который участвовал в драке у торгового центра галереи Новосибирск. Помимо этого, епархия вынесла указ о запрете провинившемуся проводить церковные службы, носить монашеские одежды и крест священнослужителя. Среди причин запреты были указаны нарушение устава монастыря, должностных обязанностей и введение коммерческой и общественно-политической деятельности. О какие бизнесмены. Вот о ком надо жалеть, сука. Это мне показывает. Вот о ком. Ну вот, если ткнуть, то сейчас увидим, о чем речь идет. Просто ткните, контр, держите и ткните. Что тут? Так, настоятель известного Псковского храма осужден за хранение оружия и наркотиков. Вот. Оружие и наркотиков у священника. В кино. Он получил три года условно и продолжает вести богослужения в храме. Вот. Сергей Иванов возглавляет храм святых Жон Мироносец в Пскове с 2008 года. В 2009 году стал наряду с главой Псковской епархии, стал участником судебного процесса. Известный священник Павел Адельгейм обвинял их в нарушении правил приходской жизни. В 2016 году был задержан с оружием и наркотиками. Так. 2 декабря 2016 года в Псковской городской суд поступили материалы уголовного дела на Иванова Сергея Ивановича. 1979 года рождения. Он обвинялся в незаконном хранении оружия. Статья 222 часть 1 Главного кодекса Российской Федерации. И незаконном хранении наркотиков в особенно крупном размере. Статья 228 часть 2 Главного кодекса Российской Федерации. На проверку... Нет, не на проверку. На проверку Сергей Иванов оказался нестандартным преступником, а настоятелем храма святых Жон Мироносец в Пскове. Несколько лет назад получившим от митрополита Евсевия санпротеерея. Де Юре «батюшка» в кавычках материалах суда фигурировал как безработный. Трудовой кодекс на священнослужителей не распространяется. Договоры с ним тоже не заключаются. Основанием для такого приема на работу в кавычках является указ архиерея. Священник был задержан с оружием в комплекте с глушителем. И крупная партия наркотиков сообщил московскому комсомольцу Пскове источник из правоохранительных органов. В ходе следствия протеерей Сергей Иванов продолжал нести службы. Правда, прихожане храма всерьез подозревали, что их пастырь серьезно болен. Во время службы он сильно потел. Буквально весь мокрый стоял. Быстро уставал, плохо выглядел. Это может быть как серьезной болезнью, так и симптомами, очень схожими с наркотической зависимостью от барбитуратов. По информации московскому комсомольцу Пскове, отец Сергий продолжает быть настоятелем храма. Все так же проводит службы. Представители городской региональной прокуратуры, как и полиция вначале, старались не комментировать ситуацию, кивая друг на друга. Однако отрицать новость не решились, сославшись на то, что суд в этой теме наиболее компетентен. Представители Фемиды информацию подтвердили, сообщив, какое наказание было избрано для высокопоставленного священника. При храме святых жен Мироносец действует воскресная школа, в которой обучается порядка 50 детей. Насколько нам известно, их осудимости настоятеля храма в известность не поставили. Сергей Волнов в беседах с прихожанами не раз охотно рассказывал про своего брата, якобы влиятельного криминального авторитета, сообщили в МК в Пскове. В Псковиче не один год связанный с храмом святых жен Мироносец. Наличие такого родственника может пролить свет на стремительный карьерный рост 36-летнего батюшки. Отец Сергий стал настоятелем храма в 28 лет. На рукоположение должно быть только в 30, уже настоятелем. Вот эти вот откуда и рождается все. Сразу после громкой отставки известного диссидента, правозащитника протеерии отца Павла Адельгейма. Решение об увольнении отца Павла с поста настоятеля принимал лично тогда еще архиепископ, а ныне митрополит Псковский Парховский Евсевий, руководствуясь исключительно лично неприязнью. О конфликте главы Псковской епархии СМИ много раз писали и до, и после смерти отца Павла. Правящий архиерей не любил Адельгейма за критическое отношение к отдельным явлениям в РПЦ. Чиновник от РПЦ Евсевий за 20 лет своего пребывания в Псковской епархии также лишил Павла Адельгейма двух приходов и отлучил от финансирования созданный от диссидента приют для детей-инвалидов. Отец Сергий Иванов безошибочно примкнул к лагерю Евсевия. В том же 2008 году согласился быть ответчиком по делу, а по увольнению с поста директора православной общеобразовательной школы регентов Ивана Адельгейма, сына Павла Адельгейма, в итоге Псковский, городской Псковский областной, а затем и Верховные суды признали увольнение Ивана Адельгейма законным. Сразу после получения настоятельского апоста отец Сергий, подписав протокол приходского собрания, зарегистрировал новый устав прихода в измененной редакции. В старом уставе высшим органом управления прихода было его собрание. В новой редакции управление перешло в Евсевию. Он же получил и право управлять имуществом прихода. Павел Адельгейм точно знал, что никакого приходского собрания для изменения устава не проводилось, и подал в суд иск о признании незаконной регистрации устава под ложным протоколом. Суд сообщил, что внутрицерковные отношения находятся вне его компетенции. Отец Павел Адельгейм, которого Сергей Иванов назвал сутяжником и манипулятором, был убит психически больным юношей в августе 2013 года. Спустя некоторое время Сергей пошел на повышение, получил санпротеерея. 14 декабря 2016 года Псковский городской суд вынес Сергею Иванову обвинительный приговор обеим статьям. За хранение оружия и наркотиков в крупном размере настоятель Псковского храма получил 3 года условно с испытательным сроком 2 года и штраф 15 тысяч рублей. Протеерий уголовник, тем не менее, продолжает окормлять, кавычках, паству, или без кавычек, вести службы, крестить, венчать и отпевать. По странному стечению обстоятельств, 23 декабря губернатор Псковской области Андрей Турчак встречался с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Договорились о строительстве храмов и реконструкции монастырей в регионе. О моральном облике служителей, кавычках, домов божьих, речь, кажется, и не шла. Их, как всегда, Бог простит. Людмила Савицкая. Ну, тут Олег в нашем скайпе участвовал, по скайпу, когда занятие было. Он вчера вышел, вот немножко мы переписывались. Олег, и в чем я еретик? Вы же сами учите, что православие не по тому пути идет. Монахи мазохизмом занимаются, надеясь на свои силы, а не на Господа, который дает силу освободиться от страстей. В их храмах беспредел. Летом я писал вам, как у нас на крыльце храма пели языческие песни про гадания в День Петра и Февронии. И как после такого в храм идти? Я еретик, значит, теперь мне надо с ними соучастником быть, чтобы не отпасть от церкви. Ответьте мне, пожалуйста. Игла ответ. «Человеческой мудрости не дано открыть человеку истинную веру. Это делает только Дух Святой. Исход с 40 глава, 3 стих. И поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесу. Откровение 3 глава, 7 стих. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит Святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не отворит. Мне писать вовсе неудобно, а на эту тему уже сказано столько. Самому неграмотному вполне достаточно литературы для самообразования, чтобы не заблудиться. Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они не сказали, не пойдем. 1 царств, 2 глава, 12 стих. «Сыновья же Илья...» «Илия». «Илия...» «Написано Илья». «Илия». «Это не Илья, а Ильий». «Это твой имя». «Сыновья же Илья...» «Илия сказал». «А ты говоришь, сыновья же чьи, Илья? Кому принадлежали?» «А, Илья». «Раз он Иль, значит, сыновья Илья». «Я думал, он Илья». «Родительный падеж». «Сыновья же Илья». «Были люди негодные, они не знали Господа». «Неплохие совсем». «И долга священника в отношении к народу». «Вот я ему объясняю этому Олегу». «Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варенья мяса, приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник». «Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Даже прежде, нежели сожигали туг, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. «И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде туг, как должно, а потом возьми себе, сколько желает душа твоя, то он говорил нет, теперь же дай. А если нет, то силой возьму». «О, какие были грамотные». «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Илей же был весьма старый, слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинье и собрание. И сказал им, «Для чего вы делаете такие дела, ибо я слышу худые речи о вас от всего народа? Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешить человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатайом о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Даже хуже некуда, но жертву в ином месте никто и не подумал приносить. За это вынесен был смертный приговор». Это слово «угроза» произносится в 30 раз в Святой Библии. Число 1 глава, 51 стих. «И когда надобно переносить скинье, пусть поднимает ее левиты. И когда надобно остановиться скинье, пусть ставит ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. А роду же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Мне не нравится, не качество, а он поставлен, помазан. Исход 30 глава, 32 стих. «Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынью должно быть для нас. Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Вот так сейчас сегодня, разопрестите, арабы, аптисы, других, они все повинны смерти. Лука, 22 глава, 67 стих. «И сказали, ты ли Христос, скажи нам, если скажу вам, вы не поверите». Евангелие Таана, 3, 12. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Евангелие Таана, 5 глава, 47 стих. «Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Да. Это я Олегу пишу все. Так, книга «К истинном православии» Игнать Тихонович Лапкин, ссылка идет. Вот так, контр нажми, дальше вот так только нажми, и сразу на нее попал. Вот смотри, вот оно где. «К истинном православии», книга эта открыта, ну и теперь ты уже тут можешь ее найти, что там требуется. Все. На странице 97-98 священств... 87-й. На странице 87-98 о священстве и о церкви, пока не прочтете хотя бы два раза и не законспектируете эти материалы, дальнейшая переписка наша не будет иметь смысла и пользы. «Если вы действительно верующие, то попаститесь, не ешьте, не пейте совершенно, хотя бы эту неделю перед Рождеством Христовым, и поползет темная власяница лжи, сочее сердца вашего, из помраченного высокоумий ума вашего». Ну дальше вот какие книга, это «К истинного православия», тут каждый прочитает, на какой странице, какая тема, это книга. «Я 40 лет собирал материалы». Это материалы, не то, что я там сказал, моих слов-то почти нету никаких. Вот оно где. Дальше. Олег. Олег, значит, через нечистивого священника может действовать благодать? Господь может нечистый сосуд употреблять для служения? Явный развратник, наркоман и пьяница, священник, и через него благодать? Игла. Я привел место в Писание, показываю, куда дальше, это развратник, именно все такое. 60 упоминается в Святой Библии. 60 раз. «Имя Валаама, сына Вассорова». 2 Петра 2,15. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную». Послание Иуды, 1 глава, 19 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как корей». Опять эти самые корей, о которых я говорю, в упорстве, это сектанты. Сектанты все вот как корей. Откровение, 2 глава, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенно и любодействовали». То есть хуже некуда уже совсем. И дальше? «И однако это был Божий пророк и провидел за 1600 лет звезду Израиля, Христа в Яслах Вифлеемских». Вот когда говорят, лишь звезду. Вот эту звезду-то он предвидел. Нет, другим пророкам Бог не открыл это. Ну и волхвы, походу, считаются его наследниками. И ни одному самому праведному, как Моисей или другие пророки в то время, не было себе открыто. Бог берет негодное и сам делает то, что ему угодно. Нам ли задавать вопросы и советы всевидящему и всемогущему создателю горшков Богу? Исайя, 29 глава, 16 стих. «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет?» Иеремия, 15 глава, 19 стих. «На сия так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Конкретно я православный, ко мне обращаются за вопросами священники, епископы. Я вижу, это исполняется. Почему? Я не отмещаю сам, я показываю, какой канон. Я рассказываю, когда-то я сидел в синоде, и в это время пришли, там обвинения стали приносить на митрополита. Ну а секретарь, епископ сидит, сегодня он, Иларион Капрал, в зарубежной Нью-Йорке. А эти люди его обвиняют. И когда они вышли, он в документах возится, что-то там листа идет, а я рядом сижу здесь. Я говорю, Владыка, так они не правы. Как не правы? Я говорю, правила Анхирского собора, гигантские правила такое. Вы наизусть знаете, но я занимался этим. Он открыл правила, он сразу написал, тогда не уходи никуда, а тут, говорит, еще жалобщики. Я говорю, разрешить вопрос надо. Вот и ответ. Олег пишет, я не ретик, просто я ищу правду. А ее искать не надо, я тебе открыл тайну. Уже все. От правды уходит, он даже этого не понимает. Я когда уверовал, и там много разных сектантов было в Латвии. Я в течение первой недели буквально все разобрался. И Бог меня вывел на блаженного феолакта, и все святые отцы для меня являются истинными. А это все. И Златоуста всех по боку. Каноны для меня стали истинно одинаково. Так же я ничего не знал. Библию не знал. Но я искренне желал. Я молился, и Господь мне все открыл, показал этих людей. Дальше. Юлия Долбнева пишет. Игнатий Тихонович, мир вам. Много вопросов накопилось. Хотелось бы по скапу позвонить. Но интернет не знаю, потянет ли. Можно попробовать в пятницу или в субботу. Если да, напишите ориентировочно время по Москве. Там будет, например, такой вопрос, за который муж вас ненавидит. Хотя я даже не задумывалась. Почему в Ютубе вы, кавычках, типа разрешаете плагины, рекламу на своих роликах? Что такое плагины? Ну, это реклама, как бы, вставленная. Муж достал меня с этим вопросом. Да. Но это мелочный вопрос. Есть гораздо важнее. Помоги, Христос. Я отвечаю. Ил, разве можно так безбожно завидовать? Что-то есть греховно, если фермер продает молоко, земледелец овощи, держащий птицу, курятину, пчеловод мед. В этом что он продает? Это что, грех какой-то? Это его труд. Писатель получает за книги гонорар, оратор за выступления, художник за картины, музыкант за симфонию и прочее. Составить видеоролики это тоже труд. И если на нашем видеоканале, где примерно 6400 видеороликов, такая вот статистика, 5657 подписчиков, 4 795 069 просмотров, значит, нас кто-то находит и получает полезное. Берут наши фото, а их 20555. Берет мои книги, а их 43 по 752 странице. Переписывает мои стихи, а их 3467. Заказывает аудиокниги, а их около 50, начитанные моим голосом. Труд везде должен быть оплачен, чтобы поддержать себя и свою семью. Спортсмен получает за рекорды, футболист за победы, шахматист за достижения. Ну и это еще далеко не все. Дело в том, что за преподавание в пяти университетах, в техникумах, в школах, в милиции, в воинских частях... Например, 30 лет, если так взять. Только в одном университете 17 лет я вел занятия. И на заводах и фабриках, за интервью, за съемки в четырех фильмах, занявших самые престижные места на международных конкурсах и в России, за ведение трех программ на радио и на телевидении, и за все, что выше написал только отчасти, я не получил и не получаю ни рубля. Ни рубля. А теперь успокойся. Не заведуют нашими ресурсами администраторы и модераторы. Я не ставлю ролики почти никогда и к рекламе не имею ровным счетом никакого отношения. Что разве это откровение для вашего мужа будет освежающим душем, холодной струей, и он начнет пользоваться богатством на моих великолепных и огромных ресурсах? Да никогда. Главное, чтобы ходил в храм, чаще исповедовался и чаще причащался, и болел за это невылазно, готовясь за это к смерти. Как говорится в поговорке, лицо таких не испорчено интеллектом. Кругозор таких, соглядатый, весьма узок, и зрение их не цельно поблекло. Юлия Долбнева. Да это бесполезно ему объяснять. Бисер метать достал просто своей ненавистью. Всего и не передать. Вы меня тогда удивили, но и у него инициалы СД. Просто на меня нападает СД. СД. Ну а теперь долбнем Д, а это СС Степан. Пожалуйста. Я даже не обратил внимания. На меня нападает, который люди ненавистью. Что-то в этих буквах есть. Что? Не знаю. Не знаю. И при том СД. Вот и все. Мирослав пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Смотрел ваше видео про монастыри. И все равно не понял, почему вы считаете монашество неевангельским путем. Вот, например, толкование фефилакта болгарского на одну из притч, где толкуется, что монашество угоднее мирской и суетной жизни. Евангелие от Марка, 4 глава, 13 по 19 стихи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат тотчас, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово тотчас, с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны, потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода, 20 стих. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60 и иной в 100 крат. Полкование. Здесь указано три разряда людей, в которых слово пропадает. Одни невнимательные, эти означены словом «не при дороге». Другие малодушные, все, разумеется, под словом «на каменистом месте». Третьи сластолюбивые, означены словом «в тернии». Три же разряда и тех, которые приняли и сохранили семя. Одни приносят плод во 100, это люди с совершенной и высокой жизнью. Другие в 60, это средние, иные в 30, которые хотя немного, но все же приносят по силе своей. Так они судейственники и пустынники. Другие живут вместе со в общежитии, иные в мире и в браке. Но Господь принимает всех их, как приносящих плод и благодарение его человеколюбию. И вопрос заключается вот в чем. Если в наше время уже не хватает информации об Евангелии, и о православии, то зачем отдельно взятому человеку оставаться среди соблазна о мирской жизни? Не лучше ли удалиться от него? Пусть и в плохой монастырь, но все же, где будут окружать православные люди. Я отвечаю. Ответ. Ответ могу дать только в разговоре с вами по скайпу. И он вышел, мы вчера поговорили, и будет стоять ролик. Все доводы ваши вполне приемлемы, но при одном махоньком условии, что нет на земле Нового Завета, и не приходил на землю Христос, тогда монашество на месте. Эти явления взаимно исключающие друг друга. Вот и все. Микола Волков пишет. Еще раз благодарю за книги. Читаю уже 13 том, и все больше вижу любовь автора к главному, Господу Иисусу Христу. Храни Господь. Чиро ваша Микола. Искренне ваш Микола, что это означает? Ну, это он получил все книги, Белоруссия, и вот такое дело. Ну, и дальше показать наши ресурсы. Вот это первое, это Мой мир. Вот оно где. Вот что-то зашел Владимир. Вот сейчас я сходу открываю его. Не знаю, что-то хорошее или нехорошее. Так что... Я живу в Италии по адресу... Что-то Виа Малькатон, 30А, Мира... Ну, понятно. Италия. Мое имя по-итальянски... Эмиченко, Владимир. Узнайте, пожалуйста, цену за пересылку на Украину и в Италию. Деньги буду высылать в евро. Да. Имя по-итальянски... Девченко, Владимир. Ну, так же и по-английски. Ну, вот видишь, книги просят. И куда лучше сразу? Сразу, конечно, до места, до Италии лучше было бы. А так, двойная пересылка, это намного дороже будет ему. Ну, вот так. Это вот... Теперь, что у нас тут есть еще? Это наш православный форум. Вот, 1602 темы. Ну, и видеоканал. Про это мы уже говорили. 6400 видеороликов. Тут многое, что можно... Вот я сейчас вижу... А, так это... Это в другое место тут. Пока тут не видно. Зашел. Ну, и наш большой ресурс. Это сайт. Сайт православный библейский сайт. Вот написано. Православный библейский сайт. Не знаю, видно, нет. И вот вопросы и ответы. И вот вчера мы начали говорить здесь. Разбор. Какое мы вчера? Рождение, разное. Разбор. О работе или о чем? Вчера на чем мы остановились? А на работе, кажется. Да. Ну, да. И вот вопрос его. Ну, тут плохо видно. Я его всегда выставляю. Ctrl-L-A заактивировал. Ctrl-S скопировал. Это все делается быстро. Буквально минута одна. И дальше открываю в борде. Вордовский. Разворачиваю на всю страницу. Ctrl-V вставляю. Ctrl-L-A. Опять же, я ее активирую. И делаю размер намного больше. В два раза почти. Ну, а теперь можем вычитать. Давай. Вопрос 776. Второй том. Книга. Открытым оком. Вы говорите, что заповедь Божия призывает всех любить. И что даже враги достойны жалости. А во мне это чувство не возникает, когда я смотрю на бомжей. Мне их не жалко опухших и вонючих. Они лодори-тунеядцы. Они паразитируют. А мы их должны кормить. Почему их не подбирают? Насильно не устраивают на работу. Когда сообщают, что они замерзли где-то у вокзала, то мне больше жалко собак, чем их. Это в университете мне студент или кто написал. Я отвечаю. Ответ. Я только что зачитал эту записку, как поступила вторая. Кавычки открыты. Очень расстроила меня записка про бомжей, что их не жалко, а животных жалко, что бессловесные твари мучаются без вина. Теперь у меня появилась жалость к тому, кто написал записку про бомжей, что их не жалко. Это у меня подряд две записки, я их сразу прочитал за кафедрой. И снова поступила записка первого автора. Записку про бомжей неправильно поняли. Там у меня такой смысл, что бомжей тоже жалко, но меньше, чем животных. Что люди все имеют грехи, может быть, за это страдают. А животные не могут грешить, но тоже мучаются. А за что? Есть такие. Животных любят больше, чем людей. Раньше были стенды возле отдела милиции. Не проходите мимо. Это надпись на всем, что окружает нас. Мы из всего должны научиться извлекать опыт. Каждый бомж был ребенком. Это я отвечаю. В университете за кафедры. Его любили, тетешкали, родители поздравляли с рождением сына или дочери. Когда-то же он вступил на эту кривую дорожку. Неужели никто этого не заметил? Я являюсь создателем детского православного лагеря и его бессменным начальником в 28 лет. 28, это в каком году было? А теперь 45 ему было. Это сколько лет назад? 30, 45, это там 15, 17 лет назад. 17 лет, да. Меня преследуют власти, поносят в газетах и по телевидению за жестокое обращение с детьми. Ранее выражается. Ранее подъем, за работу, наказание за проступки. Думаю, что если бы эти бомжи, когда они еще были маленькими, были бы в нашем православном лагере Стани, они бы лукавили и хитрили, а я бы приучал их работать. За один месяц трудно многому научить, но все же вообразим, что я что-то успел бы. И вот не было бы этой загубленной жизни этого человека, превратившегося в заразную бациллу этого ходячего трупа. Поэтому я обвиняю школу, родителей, продажные власти. Они своим дурным воспитанием, безбожием, породили те отбросы общества. Им бы нужно не вылазить от нас, перенимая опыт воспитания детей. Они изуродовали миллионы душ и ни за что не отвечают, а никто их за это не судит. Бомжам ломают ребра в милиции. Школьники создают свои русские эскадроны смерти, как пишут газеты. Неприметно уводят бомжей из подъездов и убивают. А этого всего не было бы, если бы детей воспитали по Евангелию, так, как воспитывают у нас в детском лагере. А эти бомжи, быть может, не одно лето проводили бы в безбожных лагерях. И чему они там научились? Ну, давай дальше. Запиши. Бомжи. 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 Вот так. Дальше. Ну, теперь что? Еще один. Откроем. Вот теперь. Я открываю. Ну, тут даже вот так вот можем взять. Ctrl-S. Скопировал. Закрыл. Борт открываю. Видите, как все просто делается. Я тысячи раз это делал. Даже я совсем тут в этом деле не разбираюсь. А тут на руку набил. Уже знаю, где что. Считаем. Вопрос 798. Тон 2 открытым оком. На какой работе сейчас грех работать? Ответ. Обычно православные, работающие на дачах по хозяйству воскресенья и праздничные дни знают, что вот-то бы в Евангелии написано, что в работе греха нет. Число 15 глава 32 стих. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его, нашедшие его, собирающим дрова в день субботы, к Моисею и Аарону, ко всему обществу сынов Израилевых. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним делать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. Вот так. Так точно и о характере работы. Запрещается всякая работа, которая приносит зло, совершение греха, принесение ущерба здоровью и душе. Это абортарий, где совершается убиение младенцев в очереве матери. Налоговая инспекция, которая навязывает ИНН. Изготовители крепких напитков. Исаия 5 глава 22 стих. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Изготовление яда, взрывчатков, оружия. Верующие ни в чем подобном не должны быть замешаны. Евангелие от Матфея 7 глава 12 стих. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Деяние 15 глава 20 стих. А написать им, чтобы они воздерживались от воскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови. И чтобы они делали другим того, чего не хотят себе. Нельзя работать в колбасном цехе, где употребляется мясо скотины, в которой не выпущена кровь. И приготовляются продукты с содержанием крови. Пантокрины, гематогены, кровавые колбасы и так далее. Проще сказать, опять же возвращаемся к тому же. Нужно знать Библию и согласно Слову Божию и поступать. Так, напиши. Какая работа разрешена? Дальше опять смотрим. Теперь мы возвращаемся. Вот еще одно вопрос. А там мне вопрос задавали студенты, там электроны. Вопрос маленький и ответ маленький. Совсем маленький. Непривычно даже так. Вот так. Все увеличили до 20-го размера. Пошел. Вопрос 799-й, 2-й том, открытый моком. Не является ли грехом для священника работа на компьютере? Ответ. Я работаю с компьютером уже полгода и не могу надевиться разуму тех людей, кто придумал его. Как легко на нем делать набор и верстку. И делает это именно священник-ярмонах Нафанаил Судников. Если бы не он, то не было бы ни первых четырех наших книг, ни открытым окон. И вы бы не читали эти вопросы и ответы, а так бы и сидели с закрытыми глазами. Когда Иван Федоров после Гутенберга в Германии изобрел книгопечатание и издал первую книгу «Апостол», то ревнители благочестия разбили и типографии сожгли книги. А он сам чудом спасся, бежа в Литву. Облегчение кинопечатания через компьютер не поддается никакому сравнению. Быстрота, чистота, легкость, дешевизна. Да будут благословены и те, кто изобрел компьютер, кто изготовил его, кто подарил его нам и кто напечатал на нем. Считаю, что работая на компьютере по изданию божественных книг, есть обильное Божье благословение и умножение таланта. Напиши «Компьютер». Это по теме первых томов, вот как оно было. Ну и что здесь еще маленько открыть можно. Маленькие. Слышите, какие маленькие вопросы. Ну вопросы такие, простенькие. Поэтому и ответы такие. Сразу же тут с кафедрой я отвечаю. У меня опыт 54 года работаю со студентами. Благовестие, миссионерство. Поэтому вот слушай, как говорят дальше. Вопрос 800. Второй том открытым оком. Что важнее, религиозные праздники или работа? То есть можно ли пропускать рабочие дни ради вселенских праздников? Ответ. Прежде чем устроиться на работу, нужно рассказать в отделе кадров или начальству о том, кто ты и как будешь работать. А то получится позорный казус. На тебе будет табличка предателей лодыря. Начальник назначил расследовать, что сделать в этот день. Завезли раствор. А бригаде всего 5 человек. И трое из них православные фарисеи. И они ничего не говоря, вдруг не выходят на работу. Примерь это к себе, когда будешь хозяином. Лучшего свидетельства о себе, что ты дохлый христианин, не сумеешь и придумать. От государственной работы постарайся освободиться в праздники, которые попадают среди рабочей недели. На Рождество и быть может на Вознесение. А в остальные работой. Но ни в одно воскресенье на работу не выходи. Это мертво. Железно. Исполняй воскресенье так, как в субботнике держатся субботы. Не нарушай ее никогда. Ну, дальше напиши. Работа в празднике. Ну, тут маленькие вопросы, я еще раз говорю, маленькие. И поэтому, просто ответьте, тут что-то так понятно. Еще сейчас. Вот тут уже побольше вопрос. И тут уже появляется Слово Божие. Поддержку того, что там говорится. А когда большой ответ, то очень много мест из Священного Писания, с неканоническими книгами, из Жития и Святых дает ответ. Очень богатый материал. Ну, вот 11,5, надо в 20 завести. 8, 20. Ну, давай. Вопрос 801, второй том открытым оком. Почему в Израиле каждый седьмой год нельзя было сеять и пахать? Ответ Левитов, 25 глава, 4 стих. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай. Бог учит свое создание разным ремеслам и в первую очередь в ведении сельского хозяйства. Сираха, 7 глава, 15 стих. Не отвращайся от рукотрудной работы и от земледелия, которое утверждено от вышлема. Земля должна отдыхать, набираться силы, быть под парами. Сегодня придумали все вооборот. Если это не соблюдается, то земля истощается. Архимандрит Арсений Кондратюк в Синоде рассказывал мне о порядках в Америке, когда они строили монастырь в Джордан-Вилле. То от правительственных органов приезжает комиссия и обязательно в нерабочее время, чтобы не отвлекать рабочих на стройке. И мы им показываем все, что мы сделали со сметой в расходах, говорит он. И сумму, названную нами, они перевели на наш банковский счет. И чем больше мы строили, тем делались богаче. О, как удивительно. И как только окончили строительство, деньги у нас начали убывать на типографические расходы. Типографские. Типографские. А это они нам уже не оплачивают. Приехала комиссия на наши поля, расспросили, что мы сели в предыдущие годы, какой собирали урожай. И мы составили договор, что в последующие 2-3 года мы ничего не будем ни распахивать, ни сеять. А на наш счет они переведут полный доход, какой бы мы имели, если бы эти поля обрабатывали. Вообще сесть неслыханная. Да. Я когда узнал, так ахнуло. Так правительство дает дотации производителям сельскохозяйственной продукции. Масонское правительство. В сравнении с тем, как поступают нынешние правительства в России. Какой уж они веры, не знаю, но в храме стоят рядом с патриархом и Черномердин, и Лужков, и Путин. Стоимость горючего сегодня по весу почти в 6 раз дороже стоимости пшеницы. Стоимость солярки увеличивается со дня на день, а стоимость пшеницы уменьшается. Гнилым, пропащим, пьяным колхозам и совхозам из года в год отпускать миллиарды рублей безвозмездно. А частным производителям-фермерам не дают ни копейки, как нашим потеряевке. Какая же тут правда? Какие удобрения можно купить для севооборот? Нет, купить для земли. Купить для земли, за севооборот, за отдых земли в 7-й год стоял советский селекционер Роберт Вильямс. Откуда он черпал свои такие знания, станет ясно, когда читаешь Библию. Но против этого доброго учения выступил злодейский план Лысенко, который лично Сталин поддерживал. И, как всегда, возобладала именно чернота, то есть худшая. И потом у наших поля такие худелы, и тощие земли. Им не дают отдыхать, как у южных народов женщины, рождают каждый год и умирают у них много детишек. Ибо женский организм должен восстановиться. Ей нужно хотя бы 2-3 года между детьми. Так, здесь о чем мы говорили? Все вооборот. Пусть все вооборот будет. Еще одно, один вопрос разрешим. Все. Еще один. Вот смотри. Что тут такое? Можно ли в воскресенье заниматься умственным трудом? О, вот сейчас мы еще здесь скопируем. То бишь на компьютере, да? Ну, хотите, играться можно? Видишь как? Ну, конечно, маленько, не сразу. Вот так. Считаю. Вопрос 802, второй том, открытым оком. Можно ли в воскресенье заниматься умственным трудом? Ответ. Все, что касалось Ветхозаветной субботы, смело перенеси на воскресенье и не ошибешься. Порок Исаия, 58 глава, 12 стих. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святый день мой, и будешь называть субботу от раду и святым днем Господнем, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить. Пустословить нельзя. Умственным трудом, но не умственным блудом. Умственный труд – это в первую очередь занятие по Слову Божие, душеполезные беседы, проповедь. Но думаю, что вы не об этом спрашиваете, а говорите об написании реферата, подготовке к экзаменам. Это умственный, но не духовный труд. Лучше отдохните, побудьте на лоне природы, пособирайте ягоды, грибы, наловите рыбу, поучаствуйте в играх с детьми, почитайте хорошие книги. Ну вот, видишь, это меня судят со всех сторон. Тут монахи скажут, ну какой ответ-то дают? Целый день стоит в храме иногда, а я отправляю. Так, что? Умственный труд. Чем заняться в воскресенье. Ну и все на этом на сегодня, хватит. Все, брат. Подойди к нам, закончи тут. Давай. Благодарю, Никита, хорошо получилось. Спаси Христос. Слава Христу. Я.